Всем привет! Говорит и показывает Русик 43. Сегодня на повестке краткозора советская самоходная установка СУ-122-54. На мой взгляд, данная СУ-шка является классической САУ в нашей игре. Она обладает тем, чем должен обладать любой истребитель танков. Броней, динамикой и орудием. Давайте рассмотрим ее получше и начнем, как всегда, с ТТХ. И первая на очереди ходовые качества. СУ-122-54 имеет базу от среднего танка Т-54. Это говорит нам о том, что мы имеем неплохую динамику и максимальную скорость. 50 км в час по прямой нагрунтовке и в районе 40 км в час по пересеченной местности. Вместе с ходовыми унеследовали и бронирование. 100 мм олбов под углом в 50 градусов и 80 мм в бортах. Дает ей неплохую защиту от орудий с бронепробитием не выше 220 мм. На этом сходство с 54-кой закончилось. Перейдем к вооружению. Здесь у нас стоит 122 мм орудие с перезарядкой 13 секунд в топе. И наличием хорошего комплекта снаряда. В который входит каморный с пробитием в 230 мм, бронебойно-подкалиберный с отделяющимся поддоном с пробитием в 300 мм и кумулятивный с пробитием в 400 мм. Вдобавок сушка вооружена двумя крупнокалиберными пулеметами КПВТ с боекомплектом в 600 патронов, которые дают защиту как от самолетов, так и от легкобронированных танков из ССУ. На этом с ТТХ закончим и пробежимся по плюсам и минусам, а также рассмотрим применение нашей суши. Начнем с плюсов. И первым плюсом идут хорошие ходовые качества, которые позволяют нам быстро занимать выгодные позиции и передвигаться по флангам. Вторым идет отличное вооружение. 122 мм орудие, которое часто уничтожает противника с одного пробития. И два пулемета КПВТ. И последним идет бронирование, которое дает хорошую защиту как минимум от зенитного огня. Из минусов же могу отметить плохую заднюю скорость в 5 км в час. Слабое бронирование крыши корпуса всего 20 мм, заставляет опасаться авиации противника, вооруженной 20 мм пушками. Плохие УВНы, не позволяющие нам играть в отхолмистные местности. Это все значимые плюсы и минусы, а теперь давайте перейдем к применению. Итак, как же применять данный агрегат в нашей игре? Исходя из плюсов, мы можем быстро занимать выгодные позиции на карте и атаковать из засадок. Также оказывать поддержку средним танкам, кататься по флангам и атаковать противника в борт. Или же вовсе заходить в тыл. На этом у меня все. Давайте же посмотрим, что у меня получилось. Всем приятного прослушивания и просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok